Всем привет, друзья! С вами Малвер. Сегодня играем вампиров. В прошлой серии мне тут пожаловались, что якобы игра очень темная, темно записалась. Ну не знаю, как по мне, игрушка как бы про вампиров, она и должна быть темноватой. Я тут подрегулировал яркость. В общем, вот так вот. Светло, все видно. Хрен узнает. В общем-то, поехали дальше. Мы нашли ключ какой-то там, ключ от двери. Куда идти-то, блядь? Вот сюда, что ли? Да, смотри-ка, точно. Не знаю, сейчас должно все нормально быть видно. Если сделать еще ярче, будет засвет. Засвет охренительный. Опа, об коленку, молочек. Узи, слушай-ка, а я могу пулемет-то взять? Вы были ранены шабашевцем. Эта синяя шкала показывает ваш текущий уровень здоровья, поскольку... А, так вот здоровье-то. Слева. Ебаный. Айлл справа. Поскольку вы ранены, часть ее стала черной. Если ваше здоровье упадет до нуля, вы переживете окончательную смерть, игра закончится. Здоровье со временем восстанавливается. Если вы питаетесь, здоровье восстанавливается намного быстрее. Быстрее. Так, 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 так. Надо кого-то съесть, значится. Если шкала здоровья стала желтой, это значит, что вы получили сверхъестественные повреждения. Подобные повреждения могут быть вызваны несколькими причинами. Например, огнем или нападением сверхъестественных существ. Такие раны заживают медленнее обычных. Значит, регенерация все-таки есть. Если регенерация есть, то это хорошо. Где, блядь, УЗИ? Где автомат, суки? Вот вы падлы. Ладно. Эти шабашевские раздолбаи просто гребаная трата. Эээ, не жизни, что-то. Эээ, глянь только на эти дырки. Конечно, скоро затянутся, но лучше все же поесть. Там внизу кто-то есть. Не самая свежая дичь, но сойдет. А в чем разница? Кровь есть кровь, верно? Что касается еды. Надо смотреть на качество крови, а не на количество. Бомжи и бедняки не зарядят тебя так, как здоровый человек с чистой кровью. Фляжка с родословной. Вот хорошая штука. Но надо брать то, что есть. Тебе не приходилось пробовать доктора философии? Вот это классный продукт. Раз ты так говоришь... Только помни, что я говорил. Не убивай, особенно невинных. Ты теперь чудовище, не допускай ошибок. Не путай проклятого и падшего. Тебе надо держаться за каждую каплю человечности, что у тебя осталось. Скажем, если я слегка увлекусь, что тогда будет? Невинный — это невинный. Убьешь одного, даже бесполезного бомжа, даже случайно. И это будет стоить тебе частицы твоей человечности. Приблизит тебя к зверю, который зарождается внутри. Зверь. Что именно это означает? Зверь всегда здесь. Ждущий, чтобы захватить контроль. Когда ему удается, словно дикое животное, вселяется в твое тело. Отчаянное, испуганное, безрассудное. Оно сделает что угодно, лишь бы выжить. А тебе придется разбираться с последствиями. Значит, я не могу никого убивать? Это кажется слегка несправедливым. Я говорил про невинных людей. Если какой-нибудь засранец целится в тебя из 12-го калибра, осуши его, сдери с него шкуру и разбей его черепушку. Ведь самозащита — это важнейшая составляющая человеческой природы. Моя любимая составляющая, если честно. Думаю, стоит следовать правилам. Единственный способ бороться со зверем — это держаться за свою человечность и не голодать. Это хорошее правило. Ясно. Хорошо, теперь идей подкрепить. Только осторожно. Он быстро иссякнет. Вернусь через минуту. Бомжара. А где? Вот, все, вывески, все видно теперь. Теперь все написано, блядь. Бриджес. Еще кто-то там. Сюда? Тут закрыто у нас. Может, здесь? Бомжара, ты где? А, точно, смотри, как он стоит. Запомни, вы должны... Запомните, вы должны стараться не выпить своих жертв. Досуха. Убийство невинных людей снижает вашу человечность. С понижением человечности вы приближаетесь к зверю. Если человечность серьезно уменьшится, вы начнете терять контроль над своим персонажем. Этот эффект известен как безумие. Может привести к нарушению маскарады, если рядом находятся люди. А почему нет-то? Может, безумно мне стать таким? Ба-а-а! Пойдут клочки по закоулочкам. Так, бомж, да? Ну, давай-ка подкрепимся. Надо только действительно не увлекаться. Вот так, оставим его чуть-чуть, да и все. Восстановится. Он какой-то головой паник. Ну ладно. Почти всю кровь выпили, блядь. Любой тут паникнет. Что-то не очень. Ну, это хуже. Тут дальше по берегу бегают несколько крыс. Думаешь, я шучу? Ты можешь выжить, питаясь животными, если получится переварить такую диету. Хуже, чем шея этого бомжа? Его шарф на вкус, как старый носок. Ну, давай попробуй. Я подумаю над этим. Питание крысы дает одну единицу крови. Вы можете найти несколько крыс в другом конце переулка, возле желтых окон. Убийство крыс не влияет на вашу человечность. Вот это важно. Людям не нравится, когда они видят, что вы пьете из крыс. Хуеть не встать. А вот кому понравится-то она? Если увидишь, что там какой-то дебил, блядь, схватил крысу какую-то из помойки и начинает ее есть или пить там, как с вампирскими. Вот, крысы, кстати. Крыса, крыса, крыса. Иди сюда. Это все? Что себе, блядь, тут глотка-то, по-моему, не было. Давай еще одно. Все. Фу, блядь. Ха-ха-ха. Так же самому противно. Пойдемте. К чувачку. Сейчас он нам что-то расскажет, да? Эй, чувак. Ха-ха-ха, крысосос. Эй, меня не волнует, чем ты занимаешься. Ну, а кто ему сведения? Благооспитанное вампирское общество не приветствует это дело. Крысосос, блядь. Ха-ха-ха. Блядь, я первый раз такое выражение-то слышу. Э-э-э. Ха-ха-ха. Фр. Они могут проявить благовоспитанность и передать соль для моей крысы. Тихо. Тут кто-то за углом. Всего лишь одиночка? Сам по себе он не угроза, но никогда нельзя знать, есть ли другие в радиусе слышимости. Тебе надо прокрасться мимо. Прокрасться куда? Здание напротив с гаражными воротами. На дальнем конце двухстворчатые двери. Я встречусь с тобой внутри. Просто приднись и держись в тени. Не дай ему тебя заметить. Приложу все усилия. Увидимся через минуту. Ну, вперед. Вперед, вперед, блядь. Уже пошла. Незаметность это комбинация ловкости и скрытность. Вот нам на чем прокачивать, наверное, незаметность, блядь. Тут все-таки этот ебаный стелс в игре присутствует, который я терпеть не могу. Скрытность и способность, позволяющая незаметно передвигаться среди ваших жертв и врагов. Чтобы краситься, вам нужно присесть. Вы можете присесть на Катерилл. Шкала слева показывает близость врагов и их шансы заметить вас. Но если они на вас... А, если они на вас посмотрят. Зеленый цвет означает, что вы в полной безопасности. Желтые вас могут заметить. А красный, значит, вас увидят, если посмотрят в вашу сторону. Вероятность того, что враги не засекут напрямую, связана с вашей незаметностью. Обнаружив вас, враги обычно кричат. Об этом и идут разбираться с вами. За каким углом-то, блядь? Кто здесь есть-то? Тут что-либо? Тут бомж только, блядь. Здесь дверка? Блядь, нет. Нет-нет-нет-нет-нет-нет. О, вот. А где кто? Погрузчик, блядь. Может машину нам какую-то угнать? Вот классная тачка, блядь. А, вот, ё-моё. Что-что-что-что, надо пригнуться. Сказали держаться в тени. А мне может его как-то убить, что ли? Ой-ой-ой. Он ходит там? Ёпт-моё, чё это тут? Чё за война такая идёт? Вон он. Подожди, он на меня смотрит? Или нет? Или он отвернулся? Ну, я хотя в тени нахожусь. Он как бы не должен меня заметить-то. Судя... Нет, он смотрит сюда. Ладно, хрен с ним, мне надо как-то пробраться. Ага, он отвернулся. Всё, я в тени. Он меня не должен заметить. Вот это что ли? Дверь-то, да? Походу, да, точно. Оно. Тихо, они внутри. Похоже, этот ты раздолбай снаружи просто отбился от стаи. К тому же он ранен. Иди разберись с ним. Не беспокойся, он, наверное, даже зеленее тебя. Что заставляет тебя так думать? У Шабаша, понимаешь ли, не самая проработанная тренировочная программа. Бедолаге повезло, если он вообще знает, что он вампир. Как такое может быть? Его, наверное, просто обратили и ударили по голове. Им нравится так поступать. Создавать ударные силы, пушечное мясо. Бросили его на произвол судьбы. Кто-то орёт, блядь. Я постараюсь. Он вампир. Так что будь на чеку. Я всегда на чеку. Сделай это. Уже пошла. Чтобы сражаться голыми руками, вам нужно выбрать свои кулаки в качестве оружия и атаковать. Чтобы выбрать кулаки, нажимайте F1, пока значок ваших кулаков не будет выделен в вашем списке оружия. Ближнего боя. Потом нажмите левую кнопку мыши. Чтобы атаковать, ещё раз нажмите левую кнопку мыши. Всё понятно тут. Ваши способности боя без оружия. Это комбинация силы и борьбы. Она определяет ваш успех в безоружном бою. Есть различные виды атак, зависящие от того, в каком направлении вы двигались, когда начинали атаку. Используйте различные комбинации движений. И атак во время боя. Вы также можете блокировать атаки врага, нажимая и удерживая TAB. Чтобы спрятать кулаки, нажмите H. Блядь. Надо бы не забыть вот эту хуйню. TAB значит соблокировка, а H это убрать кулаки. F1? F1. F1 у нас кулаки. Ох ты. Слушайте, может быть от третьего лица от нам побегать? А почему нет? TAB. Ага, это блок. Значит, у нас есть блок и H убрать кулаки. Нет, не хочу я убирать кулаки. Ну, по-моему, въебем этого. Кто там? На, сухни. У нас, блядь, у нас бомеха-то что делает? На, сука. Ха-ха-ха-ха. О. Да ладно, баллонник, блядь. Как взять-то? Бери. Э, подожди, подожди, подожди. Как баллонник-то мне взять? Вот. Монтировка. Какая, блядь, эта монтировка? Вы че нахуй? Вы только что подняли монтировку. Чтобы вооружиться, ей нажмите F1, пока значок монти... Так, ну это я понял. Монтировка. Вот это уже, наверное, этот значок. Цифры на значке стрелкового оружия показывают запас патронов. Значит, здесь нам все-таки какое-то оружие-то дадут. Стрелковая. Монтировка. Вот нахуй. Блядь, это... Монтировка. Сука, что за переводчики? Монтировку, блядь, от баллонника отличить не могут. Куда идти-то, блядь? Слушайте, мне нравится от третьего лица больше бегать. Можно так, интересно, всегда так ходить? Смотрите, нормально так и управление-то вроде бы адекватное. Вот. А что здесь такое? Ящички как-то странно уж. Ох, ох, ох. Ох, сейчас упаду. Как-то странно. Ну, хорош, блядь, прыгать-то. Поставлено. Вот так-то. Но тут вроде на подходе еще одна стая. Шабашевцы направляются к выходу. Ты лучше иди вниз, подальше от пуль. Неплохая стратегия. Хорошо. Теперь спускайся в подвал через решетку. Монтировка тебе пригодится, а я скоро приду. Куда? А где подвал-то, блядь? Подвал. Сорельник вижу. А где подвал? Вот. Этот, этот, смотри-ка, ну, точно. А как мне по лестнице-то спуститься? Хуй, я сейчас спустился. Тут я прыгнул просто. А не спустился. Спустись. А это что, блядь? За ЭВМ. Времен Моисея, блядь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Присядьте, подкрадитесь к жертве. Сзади пока не появится значок Ешка. Хорошо. Значок присядь. Присядь, присядь надо. Ну-ка, давай, Габабеха. Присядем. Слушай, а я монтировка, если его пиздану сзади. А хули бы нет. Монтировка-то уж куда, наверное, надежнее кулаков-то. Вот. Вот, отлично. Сейчас мы его придушим монтировкой. Как только интересно. Это вампир же был, да? Как заебала нахуй. Не уверен, что правильно понял. Похоже, шабашевцы расстреточились. Я буду держать ухо востро. Поосторожнее там впереди. Там их может быть целая куча. Чем дальше, тем веселее. Слушай, что заебала, блядь? Он же вампир был. Как она его монтировкой? Тьфу, сука. Болонником придушила. Что за бредятина? Противоречит сами себе. Так, дисциплины. Что с дисциплиной? Это вампирские способности. Этот значок указывает на дисциплину, которую вы сейчас выбрали. Есть два типа дисциплин. Пассивные и целевые. Пассивные дисциплины действуют на вас, а целевые на ваших врагов. Чтобы активировать дисциплину, необходимо затратить определенное количество крови. Значит, вот это вот у нас шкала. С правой стороны это типа того. Кровь что ли, я так понимаю? Да. А сила крови это дисциплина, присущая всем вампирам. Она дает временный бонус ко всем вашим физическим атрибутам. Используется в самых разных ситуациях. Например, для взлома замка, который невозможно было бы взломать без этого бонуса. Так, надо запомнить. Сила крови. Сила крови. А как ее выбрать? Как ее выбрать? Сила крови, блядь. О, смотри-ка. Вон она нахуй. Колесом, блядь, на мыши. Сила крови. А что там у нас есть? Сила крови. Ощущение. Кровавый удар. Транс. Прорицание какое-то. Сила крови. Вот эту хуйню нам надо выбрать. Сила крови. Правой. Правой кнопочкой, да? Я так понимаю. Да. И? То есть, а так бы я его не взломал, что типа, блядь, надо было попробовать. Обычный замок с виду. Ничего такого сложного. Успешно взломан третий уровень замок. Так видно. Тремор владеет тремя уникальными дисциплинами. Теоматургия, вампирская магия крови. Прорицание, второе зрение, позволяющее видеть чужие ауры. Доминирование, способность подчинять людей своей воле. Прорицание дает возможность видеть ауры людей. По цвету ауры можно определить сущность персонажа. Прорицание также увеличивает вашу внимательность. Повышает тем самым способности стрелкового оружия и обыска. Использование прорицания не нарушает маскарад. Маскарад, да? В следующем помещении стоит охранник. Используйте прорицание, чтобы увидеть его ауры сквозь стену. Выберите колесо мыши. Блядь, а вы сами-то раньше не могли написать, что это колесо мыши-то? Выбирается. И активируйте его нажатием правой кнопки мыши. Вот. Я же, блядь, и без вас все это узнал, нахуй. Тьфу, сука. Прорицание пассивной дисциплины. Обратите внимание на таймер в правом нижнем углу экрана. Обнаружив охранника, вооружитесь монтировкой. Заходите в комнату и убейте его. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, вот это мы выбрали. Монтировка. Монтировку тоже выбрали. Так, аура. А что нам это дает, блядь? Ух ты ж, ёпт твою мать. Тихо, давай охуеть. А что, как, блядь, удары-то какие слабые монтировкой? На, нахуй. Кулаками, по-моему, она машет гораздо веселее. Кажется, они сматываются. Но не стоит ворошить осинное гнездо, пока не узнаем, в чем дело. Ступай туда, там должен быть лифт. Там и встретимся. Встретимся там. Не дай им тебя прищучить. Так, 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 так. Если через 10 минут меня еще не будет, звони президенту. Да. Я, честно сказать, не понял, для чего мы эту магию использовали, вот это тут прорисцание. Ну, хрен его знает. Может быть, нам чуть позже об этом всем расскажут. Томатургия – это дисциплина, способная творить с кровью потрясающие и ужасающие вещи. Томатургия – это целевая дисциплина. Ее эффект и продолжительность зависят от уровня прокачки. Использование томатургии нарушает маскарад. То есть, это какая-то, я так понимаю, заметная хреновина-то, да? Которую нельзя на людях использовать. В следующем помещении два охранника. Используйте томатургию, чтобы вывести их из строя и убить. У вас второй уровень томатургии – очищение. Выберите очищение колесом мыши, наведите курсор на одного из охранников и правой кнопкой мыши активируйте дисциплину. Очищение действует на область. Обоим охранникам, стоящим в ряду, внезапно станет очень плохо. Вооружитесь монтировкой и убейте их. То есть, это что-то их из строя, значит, выйдет. Так, где у меня? А что выбрать-то надо? Очищение? Вот, сейчас будем их очищать. Очищать. Блядь, что у меня монтировка-то постоянно куда-то съебывается? Ну-ка, где эта? Вон она. Так. Стой, а что это, блядь, на одного-то подействовало? Тому-то у мотора... Тьфу, блядь. Язык-то нахуй сломай. Давай, поехали! Бабёха, ты чё как сражаешься, хреново? У тебя кулаками получается гораздо больше. Не больше, точнее, а лучше. Да мразь ты, блядь, ебучая. У меня ухо куда-то отвалилось, блядь. Вот. У наушника. Ну всё, убили вроде как. Какая-то херня бесполезная. Вообще, блядь, бесполезная. Ну и чё, я вот одного... Господи, блядь, пардон. Одного охранника тут как бы... Заколдовал. Здоровье-то быстро устанавливается или нет? Да, смотри-ка, он поднимается. Школа-то. Доминирование. Это способность вампирьев подчинить себе окружающей воле. Это способность вампирьев подчинять окружающих своей воле. Это доминирование, целевое заклинание. Его эффекты и продолжительность зависят от уровня. Использование не нарушает маскарад. В следующей комнате стоит охранник. Используйте доминирование, чтобы отвлечь его и обойти. У вас первый уровень доминирования. Транс. Выберите транс. Колесо мыши, наведите курсор на охранника. Нажмите правой кнопкой мыши, активируйте дисциплину. Охранник впадает в транс. И вы можете пройти. А транс-то, интересно, надолго в транс впадает? Может мне как-то присесть? Он меня заметит или нет? Во! Не, ну по-любому это временный какой-то эффект, я так полагаю. Его убивать-то не надо? Наверное, нет. Сюда? А тут больше никуда. Ну да, сюда. Когда вы можете поднять и бросить предмет, вы увидите такой значок. Чтобы поднять предмет, нажмите Ешку. Чтобы бросить, нажмите левую кнопку мыши. Брошенные предметы создают шум и могут отвлекать врагов. Ёптвою мать. Тут уж полный стелс начался. В этой комнате находится вампир Шабашин, охраняющий выход. Подкрадитесь... А, подкрашившись, найдите предмет, который сможете поднять и бросьте в угол напротив охранника, чтобы отвлечь его. Когда он отойдет от входа, прокрадитесь через комнату и выходите наружу. Хорошо. Что нам тут, судя по всему, дать вот... Что-то коробки, блядь, какие-то. Ну-ка, я присяду. А, я сяду, присяду. Банки, блядь, консервные. Из-под рыбы, наверное, какой-нибудь. Вот туда кинуть, да? А? Да, смотри-ка, ушел. Ну, сейчас мы пройдем просто и все. Он нас не заметит. Все, замечательно. Ой, блядь. Гребаные людишки, шпана, защищают свой район. Черт, я-то думал, это Шабаш сюда подвалил. А это гребаные местные влезли не свое дело. А, так значит, это обычные люди, что ли, выходят? Поэтому я и задушил того чувака баллонником. Так что мы предпримем? Наверное, они видели слишком много. Вот, возьми этот 38-й. Гребаная пукалка, но пара выстрелов, и она снимет человека. Спасибо. Я хочу получить его обратно, так что не вздумай помереть и потерять его. Я редко использую пушки. Они шумные и неудобные, почти бесполезны против вампиров. Но сородичи должны идти в ногу со временем. А в современном Лос-Анджелесе это значит носить кобуру. Бесполезны против вампиров? Ну, одни опаснее других, конечно. Берегись дробовиков. Это, скажу тебе, хитрые штуки. Хе-хе-хе. Кому ты рассказываешь, блядь? Специалисту по дробовикам, ну. Хе-хе-хе. Я поняла. Поднимись и прикончи тех, кто остался. Нельзя, чтобы они трепали языками обо всем этом. И я пока гляну, нет ли снаружи еще кого. Окей. Вы только что получили револьвер 38-го калибра. Чтобы вооружиться, нажимайте F2, пока... Некоторые виды оружия... Так, погоди-погоди. Ну, это понятно. Некоторые виды оружия, но не 38-й, имеют альтернативный режим стрельбы. Вроде автоматического огня. Нажимайте ТАП, чтобы переключиться между режим... Сука. А я забыл совершенно, что у нас блок-то есть. Надо было с этими двумя... Хе-хе-хе. Двумя чувачками мне блок выставлять. Блин, только проснулся. Еще даже не разболтался. Зенки еще не открылись полностью. Уже начал записывать. Ну ладно, ничего страшного. ТАП, значит, да? Ну, это, видимо, одиночный огонь. Очереди и все там прочее. Хорошо. Стрелковое оружие – это совокупность внимательности и стрельбы. Способность, определяющая, как хорошо вы стреляете. Когда вы берете в руки пистолет, курсор принимает форму прицела. Его размер и скорость фокусирования зависят от уровня владения стрелковым оружием. В конце коридора на ящике стоят несколько бутылок. Так, прицельтесь, дождитесь фокусировки прицела и нажмите левую кнопку мыши для выстрела. Ну ладно. Где у меня, блядь? Почему вид-то переключается? Я хочу от третьего лица играть. Вот у нас. Ага. А, нет, смотрите-ка, она все-таки... Или нет? Нет подходящей цели. Как нет подходящей цели? А как мне по бутылкам-то пиздячить? Что? Эй! Подожди, подожди. Нет подходящей. Почему, блядь? Вот, ну все, блядь, попадаю я. Что, блядь, пистолетом, что ли, не могу пользоваться? Я столько шутанов прошел. О, мыши бегают. Ну-ка, дик сюда. Одну сейчас съедим. Ну да, маленько поднимает. Блядь, крысы, точнее, не мыши, а... Кто, блядь, кричит на булажье? Маленько поднимает все-таки у нас уровень крови. Честно сказать, как по мне, пока вот эти вот заклинания, блядь, полностью бесполезные. Дайте мне пистолет, кулаки или монтировку, нахуй. Блядь, надо ручной бой прокачивать. Мы на каком этаже? На первом? Ой. Вот, на второй нам надо. Это как... Блядь, как быстро мы сюда приедем. Да что ты, сука? Э, откройся. Сим-сим, откройся. Сим-сим, отдайся. Тут нет никого. Ух ты ж, блядь. Ёп твою мать, по мне тоже валяется. Ух ты. Смотри, блядь. Это что такое было? Это прицеливание? Охуенно. Ой. А, блядь, я его... Сука, я живу гипнотизировано. Насилие не единственный способ разрешения сложных ситуаций. Вы также можете использовать свои способности и дисциплины в разговоре. Если такая возможность появляется, ваши ответы будут выделены особым цветом и шрифтом. Шрифтом, как показано далее. Синенький, фиолетовый, зеленый. А что это, интересно, означает? Так. Нет, дубину... О, дубину могу взять. Хорошо. Потрошки. Это я их... Вот, транс полезная вещица, согласен, блядь. Он людей гипнотизирует. Да и кровь-то не больно. Здорово уходит. Че ты нам скажешь? Вот и все, малыш. Вот и все закончилось. Все расползаются по своим городским углам на ночь. Вот и все? Все закончилось? До следующей ночи, когда комарилья найдет способ нанести ответный удар. Парирование, финты, увертки и все такое прочее. И так все дальше и дальше. Так значит, это нормально? Ну, честно говоря, ты появилась в интересное время. Комарилья, Шабаш в Лос-Анджелесе, они новые игроки. Множество сородичей терлись в Калифорнии задолго до них. Сейчас снова выплывают все древние споры. Столько кругом напряжения, столько страха, тревоги. Нервные хищники цепляются за свои кусочки вечности. Думаю, тебя уже ждут снаружи. Снаружи. Полагаю, поедешь на такси. Надеялся просветить тебе подробнее. Но... Черт, ты еще поймешь. Если выкарабкаешься, загляни в бар Лест Раунд. Это в Даунтауне. Ввиду тебя в курсе местной политики. Это та хрень, что тебя погубит. Удачи. Вы получили два очка опыта. Нажав цирку, вы попадете на лист ваших характеристик и сможете распределить очки опыта по желанию. Неиспользованные очки опыта можно будет распределить позже. Позже. Э, а что? Все? Ха-ха, сука. Ну, это типа... Что? Ну, это типа обучение было, я так понял. Надо же нас как-то ввести в курс дела. Что за хуйня? Не, радио, блядь, гляди-ка нахуй. Мафан. Что-то там... Выключим его к черту. Плита. Работает? Не работает. Где я? Где я, нахрен, за бардак такой? Кстати, 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 я тут глянул управление. У нас есть авто... Господи, авто... Быстрое сохранение, оказывается. Только он не на F5, как во всех играх. Блядь, на F9. О, игра сохранена. Замечательно. Телек. Блядь, раздражают меня титры. Вот в верхнем левом углу. Это просто жопа какая-то. Ну-ка, выключен нахуй. Бумажонка. Привет. Пароль от твоего компьютера... Sunrise. Деньги в ящике стола твои. Я отослал тебе имейл со своим адресом. Загляни ко мне как можно скорее в Меркурио. Ну, этот почерк-то еще можно разобрать. Слушайте, хрен с ним, с этими титрами вот в углу. Блядь, был... Субтитры-то нормальные какие-нибудь обычные. Они вот эти вот... Завитушки, блядь, нарисовали же. Шрифт достаточно сложноват. А это что такое? Настоятельная просьба навести меня в моем доме в Даунтауне. В качестве подсказки оставлю тебе вот это. Темна наша кровь, бел этот стих. Я чувствую силу в том, кто молод. Найдешь меня в доме под мистическим солнцем. Штраус Регент Тремер Sunrise Так, комп. Блядь, это... Тут-тут... Sunrise, блядь. Введите команду, блядь. Мне пароль надо как-то ввести-то. Главное меню. Получено пять сообщений. Пять не прочитано. Help, что ли, блядь, не набрать? Введите команду. Главное меню. Хуё знает. Давайте Sunrise введем. Какой у меня язык-то, блядь, сейчас? Нет, у меня сейчас русский стоит. Так. Sun... А как Sunrise пишется? Sunrise. Так что ли, блядь? Наберите лист, чтобы увидеть список команд. Наберите help для справки. А, лист, блядь. Чтобы увидеть... Да, суки, да вы что, охренели, что ли? Ай, маляй, тут лист. Что за... Basic, блядь. Е-мейл. Доступное меню. А, может, е-мейл мне надо? Так, е... Мейл. Пароль, вот. Сюда пароль-то надо вводить. Ебануться, нахуй. Sunrise. Sunrise. А, у меня, кстати, навык хакерс тут еще есть. Пароль принят. Пароль принят, хорошо. Сообщение. Первое. А как мне? А, вот. Меркурию свяжется с тобой, когда ты прибудешь в Санта-Монику. Не откладывай встречи с ним. Сыка. Блядь, напоминает времена мобильных телефонов. Начало двухтысячных годов. Там не было русского языка. Ну, точнее, он был. В СМС нельзя было по-русски писать русскими буквами. Приходилось вот так вот извращаться, писать английскими. Русские слова. Хорошо. Тема. Как мне назад? Куит? А, вот. Просто иск, нахуй. Второе. Увеличение. Вот. Увеличение пениса. У девчонок... Что ж? Как? Крышу снесет? Звони прямо сейчас. Блядь, надо записать, нахуй. Записать номер телефона. Ленивый засранец. Ваш будущий муженек не платит вовремя алименты. А как насчет того козла, который вас обрюхатил? Стойте. Вы уже нашли то, что вам надо? Что, блядь? При помощи замечательного кримпутера, компьютера, может быть, Артура Киллпатрика, вы сможете найти практически любого когда-либо судимого. А сегодня этот почти каждый. Так что заходите в агентство судебного поручителя Артура Киллпатрика. Не стоит отчаиваться. И у вас есть технология. А у нас есть технология поиска. Блядь, тут что, реклама что ли? Решили завалять. Ну-ка, четверка. Что такое? Здорово, добро пожаловать в город. В город загляни ко мне, как только встретишься, а, устроишься. И мы поговорим о том, что тебе, о том, что тебе необходимо сделать. Я сейчас собираюсь забрать, что, блядь, взрыв, а, взрывчатку. Астролит, астролит ли, блядь? Я наверняка уже вернусь к моменту, когда ты приедешь. Я живу на Майнстрит 24 в квартире 4. Мой дом рядом с твоим. Справа по переулку. Майнстрит, блядь, сука, как мне тут запомнить? Пять. Игра начинается. Пешка передвинулась. Все, блядь, это пиздец какой-то. Надо и пароль-то не забыть еще, плюс ко всему. Что тут такое? Ящик, у нас ящик тут что-то. Конверт с деньгами внутри 100 баксов. Небольшой суммный денег, ладно. Взять. Все, возьмем. Взять и выйти. Хорошо. Хорошо, хорошо. Тут ничего у нас больше не открывается. А, погоди-ка, что тут открывается вроде? Или нет? Или это... А, это телек включается. Сральник. А здесь что полезного мы найдем? Ух ты, блядь, это что такое? Баночка таблеток. Получен предмет баночка таблеток. А что это за таблетки? Таблетки. Как вниз таблетки? Эстроген. Осторожно, мужчинам не принимать. Эстроген. А душ-то работает, что ли? Нет, ничего не работает. Толчок не работает, душ не работает. странно блять все это холодос блять а пакет крови пакет скрою традиционно используемый в больницах для переливания крови наверное надо брать взять ну мало ли у нас там не будет хватать и все такое хочу могу их несколько что люди да ладно да то есть я могу все взять она не протухнет мне вот что беспокоит блять кто тут сал на мат сал срал кого тут убили блять кого-то нахуй на этом матрасе ну чё ребята такая серия была давайте продолжим следующий игрушка неплохая как поначалу надо только разыграться понять что к чему научиться пользоваться вот этот магии заклинаниями вампирскими хрятами как их назвать в общем чего ничего подписывайтесь ставьте лайки с вами был молдор всем приятного просмотра всем пока